Следующий вопрос. Относительно какого времени оценивается действительность или недействительность завещания? Этот вопрос является очень важным. Сейчас будем читать, станет понятным, что имеется ввиду под этим вопросом. Говорит, мы не знаем разногласия среди ученых в том, что действительность или недействительность завещания смотрится по факту смерти. Как это понять? Говорит, если человек оставил завещание троим братьям своим, человек умирает, у него три брата и нет ребенка. Какие три брата у него? Один родной, другой по матери, третий по отцу. Оставил им завещание. Можно такое завещание делать или нет? Мы смотрим на момент смерти. На момент смерти каково положение среди этих братьев? То есть, говорит, если у него нет ребенка, если у покойного так и не родился никто из детей на момент смерти и осталось у него действительно только три брата, а это родной брат, брат по матери и брат по отцу, мы смотрим, кто из них наследник на это время, а кто из них не наследник. Кто из них наследует? Наследует родной брат и наследует брат по матери. Правильно или нет? Брат по матери получает одну шестую часть наследства, родной брат получает в качестве особой остатки, а брат по отцу не является наследником, потому что перекрывается родным братом. В этом случае вот это вот завещание является действительным или нет? Мы говорим, оно является действительным относительно брата по отцу, а относительно этих двоих оно не действительно. Почему? Потому что получилось так, что оно оказалось направленным наследником, потому что брат по матери и брат родной оказались наследниками. А нельзя оставлять завещание кому? Наследникам. Дальше. Сейчас еще почитаем, потом, иншаллах, разъясним. Говорит, Это понятно, кроме как, если наследники это разрешат. Смотри, А если же у покойного перед смертью родится сын? Говорит, Так, если у него родится сын, тогда это завещание является действительным относительно всех трех братьев. Почему? А потому что ни один из этих трех братьев не оказывается наследником. Всего наследство заберет сын. Брат по матери перекрывается сыном, родной брат перекрывается сыном, брат по отцу перекрывается сыном. Все они перекрываются сыном. В итоге получилось, что все эти люди, все эти трое, не оказались не наследниками. Поэтому это завещание является действительным. Даже если наследники не согласны с этим. То есть здесь уже не смотрится, не берется во внимание наследники согласны или не согласны и тому подобное. Почему? Потому что завещание является действительным. Все эти три брата не наследники. Смотри, обрати внимание, брат, что получилось значит у нас в итоге? То, что покойный, когда еще был жив и когда писал завещание, тогда он оставлял вот это завещание трех своим вот этим братьям, он оставлял кому получается? Наследником оставлял, потому что сына еще не было. То есть, как бы делал то, что является неправильным. Но мы смотрим на то, правильно завещание или неправильно, не на тот момент, когда он пишет завещание, а на тот момент, каким оно является на момент его смерти. То есть, вопрос грех или не грех, вопрос греха или не греха, человек взял грех за такое завещание или нет, смотрится на момент написания завещания. Когда ты пишешь завещание, ты не имеешь права писать тому, кто является твоим наследником на данный момент. Это вопрос греха или не греха. Но вопрос в действительности завещания или недействительности смотрится не на момент написания завещания, а на момент факта смерти того наследодателя. Тогда уже смотрится, кто является наследником, кто наследником не является, больше третье имущество или не больше третье имущество и так далее. То есть, брат, если, допустим, человек, у него, например, 900 тысяч имущества на данный момент, и он пишет завещание, я оставляю в качестве завещания 300 тысяч, то есть треть. А когда он скончался, у него из денег оказалось только 300 тысяч. Нету 900 тысяч. Допустим, что он попал в убытки и тому подобное, при смерти у него оказалось только 300 тысяч денег. И по завещанию оставлено 300 тысяч. Будет это завещание действительно или нет? Нет. То есть, смотри, когда он его писал, оно было действительно. И он не получал за это греха, потому что он оставлял только треть. Но когда он умер, мы говорим о завещании, действительно, только относительно третье имущество. А у него всего имущество сейчас 300 тысяч, значит 100 тысяч мы разрешаем как завещание, а 200 возвращаем обратно наследникам. Понятный вот этот вопрос. Какое время, по какому времени оценивается действительность в Осии или нет? Значит, грех человека, который пишет завещание, или не грех, оценивается по тому времени, когда он писал завещание. А действительность завещания или не действительность смотрится, почему? Смотрится по времени смерти покойного. Говори, смотри. Говори, смотри. Говори, ва лау ауса лау, ва лау ибн, фа маата ибну кабля маути. Теперь другой вопрос. Когда он им оставлял завещание, вот этим своим твёрдым братьям, родному брату, брату по отцу, брату по мате, у него был сын. Был сын. Он грех за это брал, за то, что такое завещание оставлял ему? Нет. Нет, потому что эти трое были не наследниками ему. И он делал всё в рамках шариата. Но перед смертью наследодателя сын скончался. Сын скончался. опять возвращается к чему то что это волсея по факту смерти становится действительно относительно брата по отцу а относительно родного брата и брата по матери это волсея не действительно потому что брат по матери и брат родной оказываются наследниками в данном случае из-за отсутствия сына они не перекрываются а брат по отцу перекрывается кем? перекрывается родным братом и оказывается не наследником видишь ребята мы сказали что глава о завещании непосредственно связана с главой наследствия Если ты не знаешь наследство, тебе трудно будет разбирать вопросы о завещании. Потому что ты не знаешь, кто перекрывается, что означает брат стал наследником, оказался не наследником и тому подобное. Дальше говорит, смотри, Теперь другой вопрос. Человек оставляет опять завещание трех братьев. Родному брату, брату по отцу, брату по матери. И родной брат скончался до того, как умер наследодатель. Теперь уже даже брату по отцу это завещание является недействительным. Потому что он оказывается наследником. Потому что родной брат, который его перекрывал, сам умер. И не является перекрывающим его на данный момент. И брат по отцу оказывается наследником. Дальше. Теперь другой пример. Если человек оставлял завещание какой-то посторонней женщине. Или какая-то женщина, наоборот, оставляла завещание какому-то постороннему мужчине. Сумма таза очага. А потом они женились. Ляк тазюзлосые тумма. То эти восы и вот эти завещания являются недействительными. Почему? Потому что они стали друг другу наследниками. Этот стал мужем, а этот стал женой. Понятно, я писал завещание вообще посторонней женщины. Написал ей, отдаю ей треть наследства. Потом сбрегу в голову женился на ней. Женился на ней. Так, это завещание теперь действительно или нет? На факт смерти она оказалась моей женой. И действительно, потому что она моя наследница. Так, а наследница нельзя оставлять завещание. Говорит, а когда писал, греш брал за то, что такое завещание писал или нет? Нет, потому что это была посторонняя женщина. Он не оставлял завещание кому? Наследнику. Говорит, опять, илля били джазами на дворство. Кроме как, если разрешат наследники такое неправильное завещание. Ва ин ауса ахагу лума мин ахар. Сумма таллака джаза талвусы. Ля анна усара гайрова. Теперь наоборот. Если человек своей жене оставлял завещание, третье. Греш взял за это или нет? Греш взял. Почему? Потому что нельзя оставлять завещание наследнику. Но перед смертью они оказались разведенными. И когда он скончался, эта женщина уже оказалась для него посторонней. Завещание вступает в силу или нет? Вступает в силу. Потому что оказалось, что это завещание было оставлено не наследнику. Ва кадхалата ибн хазам фаджаалил альтибар михалил вусия фимаидакану варисан сумна сара гайру варис фампадар. Говорит, и в этом вопросе ученым противоречил только ибн хазам. И указал на то, что действительность или недействительность завещания мы смотрим на время написания самого завещания. А не на время смерти наследодателя. Говорит, если человек во время написания завещания оставлял завещание наследнику, то оно не является действительным, даже если по факту смерти он уже не наследник. Понятно или нет? Но это мнение не является верным. Верным является мнение большинства ученых. То, что вопрос греха или не греха при написании завещания мы смотрим на время написания завещания, а вопрос действительности завещания или нет, мы смотрим когда мы смотрим на факт или по факту смерти наследодателя. И давайте еще последний вопрос разберем и на этом завершим. Продолжение следует...